Привет, ребятки! С вами Лёховский сервис. Сегодня я хочу немножко рассказать про демпфер RockShox TK. Ну, тернкей. Ещё его обзывают. По этой крутилочке вы его легко узнаете, если он вдруг на вашей вилке установлен. Демпфер, в принципе, простейший, но достаточно надёжный. Есть небольшой момент. Это постукивание. В принципе, ездить с ним можно, ничего плохого в этом нет. Ну, будет просто немножко постукивать. И то не факт, что вы будете этот стук замечать и слышать во время езды. То есть, если вы прям там, как это сказать, запариваетесь, да, то тогда, да, вы обратите внимание на вот такой вот звук. Страшного в этом звуке, в принципе, ничего нет, но устранить его можно. Можно каким образом? Ну, выкручивается это. Тут видно, всё уже разобрано. Просто в процессе разборки обнаружил вот это пощёлкивание и решил его убрать. Соответственно, две отвертки. Сделаны шлицы, похоже, специально под комплект плоских отверток, что-то узкое и широкое. То есть, снимается, всё разбирается элементарно. То есть, смысл в чём? Можно просто будет убрать зазор лишний вот отсюда. Сделать это можно, например, колечком металлическим. Ну, это кольцо помятое от трещотки. То есть, оно не очень подошло сюда по диаметру. И зато подошла вот такая вот резиночка. Паленькая. Ну, толщиной она миллиметр. Будет хорошо, если вы найдёте волосиночку, там где-то 0,7 миллиметра. Она вообще встанет идеально. Единственное, что вы проверяете, чтобы вот эти вот защёлки, они держали прям основательно. Они должны держать хорошо, крепко. Бывает, что достаточно просто отогнуть эти защёлки. Естественно, надо нагревать строительным феном, например. И вот их как бы отгибаешь, и всё. И пластмасска вот эта, зелёная, да, клапан. Корпус клапана. Она держаться начинает более-менее нормально. И грохот становится тише. На более, скажем, ну, на вилках какого-то получается, одиннадцатого, а нет, вру, потерялся шестнадцатого года. Эти же самые корпуса клапанов, да, они снабжались очень плотной резинкой. И когда вот выкручиваешь корпус демпфера, демпфер компрессии, у тебя вот эта штука оставалась внутри. Неприятно. Вытащить её тут достаточно проблематично. Но такой вот момент встречается. Ещё один момент по конкретно рок-шоксу. Вот эта вот пластиковая деталь, она, собственно говоря, играет роль клапана блокировки, да, клапана компрессии, клапана блокировки. Видим вот такие, как бы, капельки и ответные три точки, шарики, как бы. Вот они здесь выступают. Собственно говоря, вот по этим капелькам мы, получается, наш клапан либо опускаем до упора, либо поднимаем, создаём зазор. То есть, поднимаясь на этих капельках, резинка вот эта открывает канал, и, соответственно, отсюда момент. Со временем некоторые вилки, вот эти ТК, перестают блокироваться полностью. Это может быть связано либо с тем, что масло ушло в штанину из демпфера, либо банально вы хранили вилку всё время в закрытом состоянии клапан, и вот эта резиночка, она слежалась. Такую детальку купить отдельно, я думаю, вряд ли получится. Соответственно, отсюда совет. Храните в разблокированном состоянии. То есть, именно, кстати, вот маленькие три точки, это как раз полностью открытое состояние. они будут обозначать. То есть, желательно хранить в открытом состоянии, чтобы у вас вот эта вот резиночка, она не слеживалась, потому что, когда она слежится, уже не будет плотного здесь сопряжения, и, соответственно, масло будет сифонить. У вас будет всё время открыта блокировка. Ну, то есть, как бы, вы не сможете полностью заблокировать вилку. То есть, она будет ходить туже, но будет ходить. То есть, не будет полной блокировки. Хотя этот картридж, он полную блокировку, в принципе, предоставляет. Но всё равно, вот эта пластиковая деталь, клапана, она подпружинена. Сейчас продемонстрирую, как оно примерно всё выглядит. Выглядит оно примерно вот так вот. То есть, здесь вот жёсткая пружина очень. И вот при пробое, то есть, если резкий удар будет, в картриджах подороже, я не помню, как они обзываются, не суть важна, но в картриджах подороже, там именно сам корпус сделан с прорезями такими, он сам пружинит, сам корпус. За счёт того, что корпус пружинит, открывается клапан. Здесь клапан открывается за счёт того, что сжимается стальная пружина. В принципе, такой вариант, он даже чуть-чуть понадёжнее. Но, повторюсь, если вы храните в заблокированном состоянии вилку, она у вас часто стоит в таком виде, то вот, как здесь и произошло, то есть, здесь прям вот эта резиночка, она уже такая обмятая, она слежалась. И, соответственно, блокировка уже будет недостаточно плотной. Такой вот нюанс. Так, это всё, конечно, у меня разобрано, почищено. Идея записать видео пришла так спонтанно, потому что именно хотел рассказать вот об этой резиночке. Здесь для того, чтобы разобрать, понадобится головка на 24, соответственно. и, заметьте, резьба левая. То есть, это сделано для того, что когда вы закручиваете, вкручиваете вот этот самый... Точнее, нет. Получается, когда выкручиваешь демпфер из ноги, чтобы у вас не произошло вот такого эффекта, что корпус демпфера остаётся в теле. То есть, по-моему, какой-то РСТ с таким сталкивался, что я просто открутил топ-кэп, а корпус остался там внутри. То есть, ну, неприятный момент был такой, но ладно. Вот. Такой вот момент. Ладно, собираем. Для герметизации дополнительной соединения, то есть, здесь вот у нас стоит резиночка, такая же, как и в старых демпферах, и она на старых демпферах имела неприятное свойство подтекать. Соответственно, обрабатываю смазкой место, куда она садится в самом топ-кэпе. Место, куда она садится на крутилке. Тут наверняка ещё надо будет не промахнуться с ориентацией крутилки. Почему-то вот есть прорезь. Не знаю пока для чего и почему, потому что вообще ничего, никак оно не соответствует. Скорее всего, потому что технологическая какая-то. Ну, не знаю пока. Разберёмся. И, собственно говоря, резинку можно сажать на место. Естественно, когда снимаете всё, это не надо ни в коем случае, если вы вдруг решили её снимать, да, как я, то ни в коем случае не надо вандалить там никакими отвертками. Всё снимается руками. То есть, вот она ставится так навстречу маслу. Соответственно, снаружи её тоже мазнуть. И пластик тоже мазнуть. Вот здесь вот было много песка вот в этой кромке. Потому что по той или иной причине на кнопку давят, и давление водой, когда моют, то же самое попадает песочек. Всё, вот оно, изделие в этом участке, по крайней мере, собрано. двинемся дальше. Накинул резиночку вот эту. Напомню, что вот эти усики, да, бывает, что они прям конкретно туда внутрь уходят. Это за годы эксплуатации, там, лет за пять они прям так загибаются туда. Их можно, вот это всё детало, можно наградить строительным феном. И усики вот эти вот немножко развести. Вот эта деталь, она хоть и имеет шлиц под ключ, но она запрессована. То есть, если вдруг по какой-то причине захотели её снять, не знаю, рези, там, пружинку зашкорил или ещё что-то, или вам... Ну, снимать смысла нет абсолютно никакого. Но, тем не менее, её можно покачивая, вот пассатижами берёшь, покачиваешь и вынимаешь. Да, вы оставите от пассатижи самые задиры, но они здесь ни на что не повлияют. И это, собственно говоря, вот клапан, который помогает работать. То есть, основной поток масла идёт через вот это отверстие как раз навстречу нашей серой детальки, да, блокировки. То есть, вот основной поток масла идёт. И на возврат, когда масло уходит обратно вот через эти отверстия, с двух сторон эти отверстия есть. То есть, вот здесь вот уплотнительное кольцо резиновое. И вот через эти отверстия масло пошло, открывает клапан и спокойно при разжатии вилки наша блокировка ни на что не влияет. То есть, если вы пробились, масло обратно пропустится и вилка обратно поднимется. Двигаемся дальше. Пружину ничем не смазываю. По той простой причине, что она в масле будет плавать. И никакой коррозии с ней поэтому не должно случиться. Далее, далее, как поступить далее. Что лучше сделать? Лучше, наверное, будет защелкнуть это всё дело. Закинуть, защелкнуть. тут то же самое. Вот есть стопор, да, ограничитель на корпусе. Но это я уже сейчас скорее для себя рассказываю, чтобы собрать успешно. Так, наверное, это я пока достану. А, можно и не доставать. Оно должно... Сейчас проверим, пролезает ли оно туда всё. да, отверстие полное на всю длину один имеет диаметр, так что всё спокойно пролезет, проскочит, провалится. Пружинку можно пока тоже оставить, резинку поправить вновь. Теперь это дело всё защелкивается. Надо проверить, чтобы всё защелкнулось плотно. Резинка всё-таки имеет чуть больше диаметр, чем надо, да, то есть у нас в сечении 1 мм надо было бы где-нибудь 0,7. Но нет у меня такой резинки 0,7. Поэтому я... Вот, всё. Болтаться перестало. Резинка, чуть-чуть топли висят, видно. Страшного в этом ничего нет. Она, в принципе, очень хорошая эластичная резинка. Не помню, откуда она у меня оказалась. Но резинка действительно хорошая. То есть, наверное, разве я пробовал, пока подбирал, выбирал между резинкой и железкой. Вот, решил взять резинку. Потому что она оказалась по качеству получше. Всё. установил на место серую металюху. Кидаю наверх пружину. Теперь крутилка. Потом квадрат. Ну, потом квадрат. И надо его попасть в ответку. Потому что если начать собирать, не попав в ответку, то можно сломать саму вот эту штангу крутилки. Надеется, что всё это дело у меня получится ровно. без лишних повреждений. резьба левая. Бесит. Что левая, что рука-то она же привыкла сама вправо крутить, но вот резьба левая. По сравнению со старыми картриджами, здесь уже всего одно уплотнение, оно на самом верху, и штанга вот эта, она внутри не качается никуда, поэтому уплотнение вот это уже оно держит. и подтёков из-под крутилки возникает категорически редко. Сколько в этом году с чайником у нас, ребят, много заказов. Ну, я собираю заказы, чтобы масла себе покупать и так далее, чтобы мне платили за доставку. у нас штук наверное 5 или 7 этих реконов сильвер заказали ребята, и лишь в одном из них было подтёк из-под крутилки. там парень сам обнаружил этот момент, сам, в общем-то, сказал, что что-то сделал, что течь перестала. То ли подтянул, он сказал, то ли что, но не помню. В общем, течь у него перестала. Вот. В итоге, как бы, мы там хотели на чайник писать, ругаться, что, мол, такая фигня, но в итоге мы делать ничего не стали у него всё это дело разработало, перестало протекать, то есть, причину я точно не знаю. Соответственно, сейчас видно, что вот смазываю посадочные места для резинок. Сильно много смазки сюда ни в коем случае не надо, она по большому счёту будет нужна только для того, чтобы установить демпферное место. Ну, вот, кто-то ко мне пожаловал. На этом, я думаю, достаточно. Достаточно. DO PLAYER САЛ- В САЛ- Продолжение следует...